Значит, меня зовут Диана Борщенко. Я рада вас приветствовать на сегодняшней нашей встрече и хочу поблагодарить, что вы выдержали это время и сегодня поговорить о том, что больше всего волнует наших людей, нас всех самих в компании. Это в первую очередь то, что мы хотим достичь результата, успеха в нашем бизнесе и что нам может в этом мешать. Я знаю, что многие консультанты, они сталкиваются с проблемами, которые они не осознают. То есть они получают очень часто какие-то нет, они получают неготовность, то есть они видят, что они не готовы к тому, чтобы предложить. Они теряются из-за этого. Люди не хотят приходить к ним в команду, они не хотят покупать их продукты и они не знают, почему это происходит. У них теряется интерес к бизнесу, у них теряется тогда мотивация, они понимают, что либо с бизнесом что-то не так, либо не так, возможно, с ними, но что-то происходит не так, как должно быть. Вот эти все вопросы на самом деле, они и простые, и сложны одновременно. Первое, что мы должны понять, это то, что мы пришли с вами в область продаж. На самом деле мы продажи делаем с вами ежедневно, то есть каждый день. То есть чем бы мы с вами ни занимались, это все равно будут продажи. Бизнесом ли мы занимаемся, может искусством, себя ли продаем, идеи, возможно, свои какие-то продаем, но мы все время занимаемся продажами. И эти продажи строятся по определенному принципу. Если мы правильно будем выдерживать этот принцип, то как результат у нас будут очень высокие продажи и, соответственно, высокие чеки и бонусы. Что же мы, собственно, с вами должны сделать для того, чтобы получить результат? Вот это алгоритм, который является классикой жанра, как говорится. А что жаль? Что у нас жаль? Что опять нету звука или что? Друзья, что там жаль? Все нормально, да? Все хорошо? Да, все есть. Чат, пожалуйста, должен быть открытый. Почему? Я не пойму. Это Рома, да, управляет, наверное? Да, наверное, чатом, да? Нет? А кто управляет у меня чатом? Нет звука? Опять нет звука? А, звук есть. Так, это у кого-то нету звука. Все есть. Все. Идем, идем дальше, друзья. Мы и так задержались и ценим время друг друга. Все, все, перезайдите. Почему? А, да, это не мне, это не мне, да. Итак, есть определенный алгоритм, который поможет нам понять, где же мы делаем ошибку. Есть тот алгоритм, который позволит и нам это понять. И когда мы, так как мы работаем в бизнесе, где нужна дупликация, мы можем понять и помочь тогда людям, где же они делают ошибку и почему они не достигают каких-то своих целей. Чтобы понять, что такое 7 этапов успешной продажи, мы специально вот сделали вот такую интересную вам картинку, чтобы понимать, было понимание о том, что нужно двигаться шаг за шагом и не перескакивать. И очень важно пройти все этапы, здесь 7 этапов успешной продажи. Если мы пройдем по каждой ступенечке, то мы тогда только достигнем этого результата. Проблема бывает в том, что очень многие наши консультанты пытаются перескакивать. Ну, даже не потому, что они это хотят, а потому, что не знают, что нужно шаг за шагом идти. Поэтому давайте познакомимся с этими этапами продаж. И будем понимать тот алгоритм, который необходимо нам знать для того, чтобы мы достигали своей цели. И вот перед вами сейчас слайдик, который я вам озвучу. Вы его посмотрите, можете записать, потому что мы будем к нему возвращаться, но чтобы у вас он уже был перед глазами. Это, как говорится, классика жанра продаж, 7 этапов продаж. Первый этап, который, с чего мы начинаем, с чего мы стартуем. Тот этап, без которого мы, собственно, не можем вообще идти еще к людям. Иногда бывает так, что мы прослушали презентацию, мы замотивировались, ну, все поняли, что тут круизы, что тут думать о них, что тут много говорить, и пошли сразу к своим друзьям. И только вышли к своим друзьям, то друзья начинают нам задавать какие-то вопросы. То есть какие-то вопросы, на которые мы не можем ответить. Хотя вопросы эти нормальные, естественные, но мы их просто не знаем, потому что мы еще не познакомились с этим. Мы должны в совершенстве, первый этап, это мы должны в совершенстве знать свой продукт. Если мы его не знаем, к людям еще идти рано. Второй этап, это поиск клиента. Безусловно, что наш продукт, если он интересен, если он создан, то он кому-то нужен. И мы должны понимать, где мы будем искать клиента. Как он выглядит, что он хочет, наш клиент, и что мы ему можем предложить. Третий этап, подход к клиенту. Безусловно, мы нашли клиента, соответственно, мы должны его расположить. Четвертый этап, определение потребностей. Очень важная этапа, на котором мы с вами остановимся. Пятый, презентация. Видите, где презентация? Пятый этап. Обычно она происходит у нас первым этапом. Привет, я хочу тебе предложить. Шестой этап, работа с возражением. Или ответы на вопросы. Тут можно и таким, и таким способом назвать. И седьмой этап, это заключение взгляд. Знаете, я хотела вам задать такой вот вопрос, друзья. Так как у нас сегодня интерактивная такая школа, да, мы будем с вами работать вместе. И первое, что я хотела бы вас спросить. Скажите мне, пишите мне в чате, что мы с вами продаем в клубе «Инкрузис». Я жду ваших ответов. Что мы продаем в клубе «Инкрузис»? Удовольствие продаем. Так, ну удовольствие. Так, сам клуб продаем. Путешествия, счастья, отдых. Жизнь радостную, элитную жизнь. Членство в клубе. Мечту на путешествии. Система мгновенных денег. Круизы. Ну, в принципе, практически все названо. Образ жизни. Да, мы продаем много чего. Но какие же наши продукты? Что мы должны? Да, вот если вы говорите, удовольствие мы продаем. Это не продукт. Мы в клубе, да, продукт продаем. Я хотела бы услышать, какие же продукты мы с вами продаем? Деньги, круизы. Деньги – это не наш продукт, правильно? Круизы. Согласна, круизы. Что мы еще продаем? Возможно, отсоединить жизнь. Да. Да, да, все правильно. Но давайте тогда посмотрим, что же мы с вами продаем. Да, эксклюзивное членство в клубе. Это и есть продукт. Да, правильно, вот это и есть продукт. Тогда давайте посмотрим, что же у нас за продукты мы с вами продаем. Мы продаем с вами три продукта в клубе. Первое – это членство в клубе. Второе – мы продаем бизнес. И третье – мы продаем круизы. Все остальное, все оно связано именно, да, индивидуально, эксклюзивное членство в клубе. Все остальное – это, конечно же, является производными от того, то есть есть эмоциональная часть и есть логическая часть. Вот сейчас мы говорим о логической части. Мы продаем три продукта, не больше и не меньше. Членство в клубе. Я хотела бы вас попросить сейчас написать, что же такое членство в клубе, в чем его эксклюзивность. То есть зачем, вот если брать клиента, то он всегда думает, да, мы говорим, вот пойдем с нами в клуб, вот вступай в наш клуб. А он всегда думает о том, что, а, зачем мне туда? Что вы мне можете предложить, да? Сколько мне это будет стоить? Нужно ли мне это? Что мы можем предложить ему, чтобы он стал членом нашего клуба? Путешествия за 50% – супер. Писка, да. Писки на путешествия, да. Новые возможности жизни. Но новые возможности жизни могут не в клубе только. Так, еще что? Увидеть мир за полцены. Да, 50% скидки за полцены. Еще. Почему я должна стать членом клуба? Широкий выбор круизов – супер. Преимущество перед теми остальными путешественниками на круизных лайнерах. Какие преимущества? Возможность приобрести эксклюзивный отдых за 50%. Да, мы это уже проговорили. Бесплатно путешествовать – замечательно. Что будет, что есть только в нашем клубе и нигде больше? Вот почему люди должны прийти в наш клуб? Так, как самый главный у нас продукт – это наше членство в этом клубе. Бесплатно путешествовать. В рекламе ошибка. Какая ошибка? Отдыхать 4 раза в год. Ну, это не факт, но есть возможность. Экономия бюджета на круизный ход. Нет нигде такого предложения. Отдыхать зарабатывая. Так. Да, платил меньше. Платил меньше. Так, друзья. Круизный клуб. Если есть еще варианты, пишите, пожалуйста. У нас действительно эксклюзивный. Вижу ошибку, извините. Да, я хочу сказать еще большое спасибо Наталье Шавеле, которая сделала эти все слайды, потому что мы готовились вместе, поэтому, ну, если здесь какая-то ошибка, мы за день готовились. Поэтому, друзья, давайте сосредоточимся все-таки на том, что же мы приобретаем, приходя в клуб. Да, давайте сосредоточимся на другом. Варианты есть? Побода выбора, полстаны. Хорошо, принимается все, но давайте тогда перейдем. Я думаю, что вы будете удивлены от того, сколько же еще у нас возможностей есть, если мы станем членами нашего клуба. Посмотрите. Если мы продаем членство в клубе, то мы должны знать много-много эксклюзивных предложений, которые есть только в нашем клубе. Первое. Быть участником эксклюзивного международного клуба. 50% скидка на все круизы. У нас есть доступ к единой базе круизов. То есть, ну, начиная с 1 апреля, мы уже будем иметь доступ к единой базе круизов. 5,5 тысяч по всему миру. Если человек по отдельности где-то ищет через интернет, то у нас есть единая система, где мы можем это все выдать. Возможность путешествовать бесплатно, писали, да. Бронирование круиза с первого месяца членства уже. То есть, это уже можно удешевить свой круиз. Гибкая система приобретения круиза. То есть, часть можно заплатить круизными долларами, часть деньгами. Поощрительная программа на лояльность для клиентов. 60, помним, 70, 80, 90, 100. Возможно открыть свой бизнес в индустрии туризма за 195 долларов. Мы можем это сделать? Можем. Где можно еще это сделать, чтобы открыть свой бизнес в индустрии туризма за 195? Покупка круиза в рассрочку. Так как ежемесячно мы будем по 100 долларов накапливать на свой круиз или даже нам бесплатно это будет, если нам будет начислять компания при определенных условиях. 30 дней гарантия возврата денег. Бронирование круизов от известных мировых брендов. У нас нет никаких контрактов, обязательств, то есть. 5 клиентов это бесплатное членство. Возможность самого высокого уровня отдыха по качеству. Практически на 90, если это уже как бы то, что есть на самом деле как факт, это практически на 90 процентов по сравнению с другими видами отдыха. Вы видите, сколько у нас преимуществ в клубе. Мы должны приглашать людей именно на эти преимущества. То есть, если мы идем к людям, мы предлагаем клуб, мы должны вот эти все наши преимущества знать для того, чтобы мы могли пригласить. И тогда нам есть что сказать. Не просто 50-процентная скидка, ну и еще-еще достаточно много привлекательного. Что же мы еще продаем? Мы продаем с вами бизнес. Мы продаем с вами бизнес в нашем клубе. Скажите, пожалуйста, прошу вас опять, напишите, пожалуйста, что привлекательного в бизнесе с компанией Крузис? Мы же его продаем, правильно? Мы идем к людям, мы продаем его. С чем мы идем? Что мы несем? Что мы говорим? Быстрые деньги. Все. Все. Все это что, Ира? Маленький вход. Согласна. Так, это преимущество. Так. Стабильный доход. Ну, такое стабильный доход. Что, как работать будет? Нет рисков. Круизы. Бесплатные. Мы говорим сейчас немножко. Ну да, бесплатные круизы, да, тоже. Пассивный доход. Здоровье и впечатления. Это не бизнес. Шесть видов выплат, да. Конкуренции нет. Это очень хорошо, когда трендовая тема входит. Постоянно растущий доход на самой, самой богатой индустрии. Ну, не на самой, вы в самой богатой индустрии, да. Согласна, это трендовая тема. Все, что есть у других. И главное, что еще. И то, чего у других нет. Да. Собственный бизнес по франшизе. Франшизе. Ну да, можно и так сказать. Продукт по сравнению с MLM-компанией. Отлично, Оля. Семь видов выплат. Молодцы. Здорово. Тогда смотрим, что же нам тогда. Что мы еще придумали и что мы можем дополнить. Возможность стать миллионером. Ну, безусловно. Здесь, конечно, все нужно. Отличный маркетинг-план. Отличный маркетинг-план. Знаете, друзья, вот когда мы говорим отличный, хороший, классный, замечательный. Это наше субъективное мнение. Сейчас мы говорим о факте. Факт – это именно аргумент. Все. Без всяких эмоций, да, мы должны четко понимать аргументы. И вот с этим как раз-таки очень сложновато бывает. Потому что у нас захлестывают эмоции. Мы хотим много всего выплюснуть на людей. Рассказать, знаете, особенно, когда говорит хороший спикер. Мы мотивируемся. Но когда мы идем к своим уже кандидатам, к своим будущим партнерам, то у нас не совсем это все получается. Почему? Потому что мы не можем передать там, какой же человек харизматичный. Мы не всегда бываем такими. Но мы должны четко знать факты. Поэтому бизнес в клубе – это. Давайте посмотрим то, что мы здесь написали. Возможно, и у вас есть то, что добавить. Вот, допустим, я тоже увидела то, что мы еще не учли. Первое – это легально. Что для бизнеса важно? Чтобы этот бизнес был легальным и не закрыл-то он завтра там или послезавтра. Поэтому то, что компания входит в ассоциацию круизных лайнеров, КЛИА, мы здесь вот значок тоже разместили. Доступный вход. Кто-то из вас писал здесь. Это возможность открыть свой бизнес в индустрии туризма за 195 долларов. Это здорово. Пять источников дохода. Да, есть и шестой там источник дохода. Но вот пять источников дохода. Мгновенный, продюсер был, резидуальный. Это факты. Здесь никто не будет спорить, потому что это и есть столько. Построение бизнеса по принципу франчайзинга. Принцип франчайзинга – это по принципу. Не надо говорить, что это по франчайзи, потому что франшиза, она подразумевает совершенно другое. Она подразумевает то, что это повторение и жесткие условия. Принцип франчайзинга, можно только говорить, это как повторение, как дуплицирование. Это то, что вам покажут, как это сделать, вы будете так же делать и так же покажете своим людям. Поддержка партнеров в начале создания бизнеса. У нас есть быстрый старт. Его можно как и источник дохода, но это немножко посыл другой, что людей поддерживают именно в начале пути, для того, чтобы они смогли быстро стать на ноги. Ежемесячная гарантированная премия от ранга маркетинг менеджер. Это товарооборот в 3000, и уже гарантированная премия пошла. Поощрение самых успешных партнеров официальным признанием. Это то, что успешные партнеры будут получать премии различные, то, что они будут получать круизы бесплатные, то есть то поощрение, которое в компании на сегодняшний день есть. Наградами в виде путешествий, ювелирных изделий, промоушены и акции на постоянной основе, то, что у нас есть, это все бизнес в клубе. Простая, легальная, быстрая система вывода денег на карту файла. Мы здесь, возможно, не все написали, но мы передали все, ну, многие факты, которые есть о бизнесе. Можно еще что-то добавить, то, что вы здесь пишите, да, то есть, ну, отличный маркетинг план мы не можем сказать, потому что маркетинг, идеального маркетинг плана просто не существует, а у нас он просто классный. Но это для нас, это субъективное мнение. Поэтому бизнес у нас легальный. Мы можем начать этот бизнес легко, потому что вход у нас небольшой. У нас, мы знаем, сколько у нас источников дохода. Мы знаем, какая поддержка идет от компании. Мы знаем, какие награды нас ждут. И мы знаем, что это еще не все в бизнес-клубе, это дальше. Построение бизнеса через интернет, потому что это важно, как продвигать и как масштабировать свой бизнес. Мы можем его продвигать через интернет с помощью ресурсов, инструментов компании. Высокопрофессиональная спонсорская поддержка на всех уровнях. Те, кто здесь активно работает, вы знаете, что буквально каждый день у нас проходят презентации. У нас есть день круизера. Индивидуальные встречи, которые мы проводим. Практически все лидеры, они на скайпе, потому что постоянно идут в консультации. Если раньше мы проводили для индивидуальных встреч, то сейчас уже стараемся для команд проводить. Точно так же помимо тех презентаций, которые идут. Я думаю, что ни у кого жалоб на спонсорскую поддержку в нашем клубе не будет и нет. Неограниченный email-рассылщик. Если вы это видели, как в нашем бэк-офисе существует рассылка email. Это одним кликом вы можете разослать просто на тысячи email, которые вы можете туда закачать. Автоматизированная... Я это озвучу, возможно, кто-то не знал, возможно, кто-то и не пользовался этим. Автоматизированная система рассылки на Facebook с личного кабинета одним кликом. То есть вы можете еще автоматизированно в Facebook есть Facebook маркетинг. Это то, что, ну, правда, там идет только на друзей, поэтому, ну, как бы понимать нужно, что, если вы человеку это хотите отправить, то нужно его присоединить в контакт у себя, в друзья. Вебинары, тренинги от компаний. Да, существует еще пока на английском языке, но, тем не менее, мы, что можем, своими силами сейчас проводим. И школы различные, и вебинары идут, которые нам понятны на понятном нам языке. Маркетинговые промо-материалы, визитки. Есть компании уже и на русском языке сделаны, и мы, допустим, делали уже для себя брошюрки какие-то для того, чтобы было удобно. Если мы приглашаем на офлайн-конференцию, презентацию людей, или встречаемся, у нас всегда в сумочке есть листовочки, которые мы можем уже дать человеку. Там они уже сделаны, там хорошо поработали дизайнеры, они очень красивые, мы их распечатали, и точно, и работаем уже и с ними, и с визитками, и промо-материалами. Очень хорошо скачивается, делаем презентер, который и в PDF есть, и в PowerPoint. Лучше делать с PDF, потому что в PowerPoint немножечко другой формат. И вы можете сделать так себе презентер для того, чтобы проводить встречи офлайн. Мобильное приложение на iPhone или на Android тоже вы можете загрузить. Правда, определенная версия должна быть, но, тем не менее, это можно сделать. Бизнес под ключ за 295 долларов, то есть это то, что мы к вам перечислили, всем этим можно пользоваться, и все это можно применять. Легкое предложение продажи услуги. Это тоже важно в бизнесе, потому что вы передаете, а в чем суть вашего бизнеса. И его очень легко об этом сказать, который дарит людям удовольствие, счастье от путешествий и возможность увидеть мир. Это действительно легко передавать. Это не пищевые добавки, где нужно много рассказывать о здоровье, знать об этом, помнить их всех. У нас очень хорошая тема, которую с удовольствием будут рассказывать многие люди. То есть это бизнес в компании. Ну и, конечно же, последний наш парадокс, на основе которой создана и компания, это круиз. Я хотела бы, чтобы вы тоже сейчас мне помогли. Чем наши круизы, чем они хороши? Это наш продукт. Как мы их продаем? Что мы о них говорим? Почему человек должен купить этот круиз? Почему он не поедет другим каким-то способом отдыхать, да? С каким-то сухопутным. Что есть такого эксклюзивного в нашем продукте круиза? Помогите, пожалуйста. Как вы меня? Вы меня слышите, да? Да. Мне два круиза. За круизные доллары. Понятно. А вот круизы, вот, предложите мне круиз. Да, комфортный отдых. Супер, да. Да. С удовольствием в одном плафоне. Да, в общем, да. Что еще? Пять звезд. Совершенно верно. Такого уровня отдых не может предложить ни отель, ни гостиница, ни какие другие надземные. Комфортный отдых с полным пакетом развлечений. Совершенно верно. Потому что за все остальные развлечения нам придется либо куда-то поехать, да еще и заплатить за это. Так, круиз, все включено. Так, еще есть какие-то идеи? Давайте посмотрим, что мы. Увидеть несколько. Совершенно верно ли это? Совершенно верно. Все заодно. Так, экскурсии на суши. Конечно, конечно, все это есть. Так, дешевле, чем классический на земле. Ага. Ну, давайте посмотрим, что мы еще здесь сделали на лояре. Это хорошо продукт, что круизы. Это мы написали просто как преимущество наше. Это то, что видеть мир быстро. Это поиск круизов в единой базе. Это очень удобно. Второе. Ваш личный отель всегда с вами по всему миру. То есть не вы за отелями, а отель за вами. Круизный отдых дешевле, чем классический отдых на земле или на курорте. Однозначно дешевле. Плюс у нас вы не забывайте 50% от списка. То есть почему мы сейчас говорим о продукте, а почему человек должен именно в круиз поехать? Вот его преимущество. Посещение нескольких городов и стран в одном круизе. Круизный отдых занял первое место в общем рейтингах всех видов отдыха. Это экономно. Нет необходимости в дополнительных затратах на перелеты, переезды из одной страны в другую. Лайнер служит одновременно и гостиницей, и ресторанам, и паркам развлечений. Посмотрите еще, это еще не все наши преимущества. Питание на лайнере, полный пансион, ресторанах, шведских столах, стол. Это 24 часа в сутки. То, чего вам не даст наземные абсолютно. А питание это всегда очень дорого. Особенно если мы выезжаем куда-то за пределы европейские. Ну в любой собственно стране, это разве что в азиатских странах это дешевле. А так все это вот не дешево. Вместе входят все безалкогольные напитки. Чай, кофе, вода, все включено, кроме алкоголя. Развлекательная программа на борту. Музыкальные, петрализованные представления каждый вечер. Дискотека, бассейны, джакузи, фитнес-центры. Морские круизы выбирают туристы, для которых комфорт превыше всего. Круиз это романтика для любителей звезд, луны и бесконечной морской глади. Это действительно, то есть немножко вот как бы, и эмоции мы тоже добавляем, потому что это тоже факт. Смотрите, еще не помещаются наши все эти преимущества на одной, на двух страничках. Мы уже переходим на третью. Высокий уровень обслуживания, начиная от горничек, заканчивая капитаном корабля. Круиз это должное внимание ко всем на вашем пожелании. Услуги профессиональных гидов в портах остановки лайнера. Круизный отдых многогранный по своей эмоциональной составляющей, изысканности, романтичности. То есть повышенный комфорт и респектабельность. Это действительно элитный, это шикарный отдых. Наслаждение идеальной чистотой и порядком. Там вы не успеете выйти из каюты, как уже все там убирается, все чистится, все буквально все блестит. И все чистое, все чистое абсолютно. Круизный лайнер на порядок выше по уровню обслуживания, чем уровни отелей. Вы видите, сколько мы с вами насчитали преимуществ, которые мы имеем, продавая три наших продукта. Мы их всего лишь перечислили. Первое – это членство в клубе. Второе – это бизнес, который мы можем предложить и что в нем эксклюзивное. И третье – это наши круизы. Мы продаем три, и мы о них должны знать все. Не просто «Ой, как классно!», потому что человек так выйдет, он не сможет продать ничего, потому что «классно» – это для него классно, но совершенно не аргумент для другого человека. Итак, это знание продукта. Следующий у нас – это поиск клиента. Вот у нас есть замечательные продукты. Три замечательных продукта. И мы, конечно же, хотим предложить его людям. Кто же наш клиент? Как он выглядит? Где он живет и где он водится? Где грибные места? Давайте посмотрим и подумаем. Кто наш клиент? Наш клиент, мы должны его четко понимать и представлять. Мы его должны увидеть буквально, кто наш клиент. По возрасту, какой у него возраст. Я хочу, чтобы вы мне немножечко помогли и написали, какой возраст у наших клиентов может быть. Пол, доход, социальный статус, страна проживания, образ жизни, семейный статус, как предпочитает отдыхать. То есть все-все мы должны о нем знать. Скажите, важно, какой у человека возраст? Поделитесь. Я думаю, что возраст у нас от детей неограниченный, совершенно верно. Пол – понятное дело, что и мужчины, и женщины. Доход. Вот здесь давайте остановимся. Важен ли доход? Какой доход у нас? Ну, то есть какой доход должен быть у человека для того, чтобы он воспользовался нашим предложением, чтобы он стал нашим клиентом. Да, вы знаете, вот здесь вот он важен. Да, средний где-то доход. И вот здесь вот я хотела бы остановиться, потому что очень часто бывают ошибки такие людей, которые идут к тем людям, которые, ну, платежи не способны, да, они не за, ну, как бы, ну, у них ниже среднего уровня доход, и идут и предлагают, ну, потому что входят в круг нашего консультанта, и он им предлагает вот классная тема, давай в круизы. Какие круизы? Какие круизы, если человека не хватает там, допустим, купить, покушать? Он говорит, ну, ты что, можно здесь даже и заработать. На самом деле мы должны понимать, что этот продукт наш, он уже элитный. И он не для всех, вернее, он для всех, но не для каждого, будем так говорить. Потому что этот продукт могут позволить люди с определенным образом жизни, с определенным статусом, потому что недостаточно только за круиз заплатить, нужно еще доехать туда, нужно с собой взять какие-то деньги. Если человек зарабатывает там 100 долларов в месяц, то, безусловно, не раздражайте его даже этими приглашениями. Поэтому доход очень важен. Образ жизни важен. Если образ жизни, допустим, человек, который никуда не выезжает, он не любит путешествовать, да, то мы ему хоть предлагаем, хоть не предлагаем, он не воспользуется нашим предложением. Семейный статус тоже важен. Детками, если поехать отдохнуть, это тоже очень выгодно. Ну и так предпочитает отдыхать. То есть мы должны понимать, как найти нам нашего, именно нашего клиента. И вот эти вопросы, мы должны отвечать на эти вопросы. Главное это желание. Ну, желание, знаете, желать могут, но для этого нужно еще что-то сделать. Настя, люди должны еще делать. Я, ну, может, это мое такое мнение, даже если у кого-то ниже среднего. Если они стремятся, то да. Главное, чтобы это не вошло в привычку получать ниже среднего. Поиск клиента. Где мы можем найти клиента? Ну, сейчас, знаете, у меня задача сегодня не провести вам, не рассказать все вот, какие только есть, не раскрыть эти шаги, а моя задача показать вам шаги, 7 шагов успешной продажи. Первое, то есть алгоритм сам, первое это знание продукта, второе это поиск клиента. Это просто как бы озвучиваем, немножко расширяем. На каждый из этих шагов еще много-много проводить можно различных обучений, как работать в онлайне, как работать в оффлайне, каким способом, в соцсетях и так далее. То есть задача у нас сегодня не та. Сегодня у нас задача, чтобы понимать, какие шаги друг за другом делать. Итак, я написала, это теплые контакты в онлайне и в оффлайне, и холодные контакты. То есть это разные методы просто работы. И также я выделила отдельным пунктом, это рекомендации. Рекомендации мы можем брать как от наших уже существующих клиентов, то есть возможно это клиенты будут, так и от тех людей, которые по какой-то причине сейчас не могут, то есть они такие потенциальные, но они тоже могут дать рекомендации. Знаете, просто надо, даже те, которые отказались, они боятся воды, боятся там шторма, еще что-то, какие-то другие у них личные вопросы есть, почему они не поедут. Но у каждого человека любой наш разговор должен заканчиваться тем, что мы берем рекомендации. Это очень хороший метод, потому что довольные клиенты, которым это понравилось, они вам 10 таких дадут рекомендаций. Если человек отказался по какой-то причине, и он, ну, как бы своя у него, индивидуальная причина, почему он не поедет, он, как бы, знаете, такое, возможно, чувство вины, что он вам отказал, он может предложить других людей, которые действительно могут этим воспользоваться, вашим предложением. Главное, это рекомендации всегда нужно просить. То есть каждый разговор должен вытанчиваться тем, что мы берем рекомендацию. Рекомендацию от любого нашего, либо состоявшегося клиента, либо клиента, который только собирается к нам присоединиться. Третий шаг – это подход к клиенту. То есть вот у нас есть продукт замечательный, о котором мы знаем. Мы знаем, как найти нашего клиента, как он выглядит и что нам, где его искать. Третий, теперь мы его нашли, и теперь нам нужно к нему подойти. Третий шаг – это подход к клиенту. Цель – это понравиться. И как я говорю, друзья, что нравится – это не только приятно, но и выгодно. На этом этапе, на подходе клиента, я не буду сегодня разбираться там по поводу того, что как вы должны одеты быть, как вы должны комплимент говорить при встрече там и так далее, и так далее. Мы это и знаем многие, и не задача у нас сегодня раскрыть это, но мы должны понимать, что на этом этапе мы с вами актеры. На этом этапе мы должны понравиться, и мы должны сделать все для того, чтобы понравиться. Если же так не произошло, по большому счету, дальше можно не идти, потому что человек будет покупать только у тех людей, которым он доверяет, которые ему нравятся. И тут встает такой вопрос, а как же переходить к следующему этапу? Когда переходить? Это то, да, доверие. Цель – это вызвать доверие, это однозначно. Понравиться, чтобы приятно было общаться с вами. И сколько же нужно потратить, да, время на каждый шаг? Нужно потратить ровно столько, чтобы вы понимали, что этот шаг пройден, что вы понравились. Или следующий шаг, который будет, чтобы контроль у вас был. Не важно, что говорит человек, главное, что как вы на это реагируете. И за своими реакциями всегда нужно следить и контролировать. Не людей, а себя. Поэтому цель понравится. И это первый этап, вернее, третий этап, шаг наш, который – подход к клиенту. Следующий шаг у нас – это определение потребностей. Это тот шаг, который обычно, обычно люди пропускают его. Потому что обычно приходят и говорят, о, привет, даже если знакомая, подружка, привет, привет, знаешь, у меня тут такая классная тема, я вот тебе хочу тут предложить. И подружке деваться некуда, она сидит и слушает, что вы ей предлагаете. Вы можете и 10 минут, и полчаса, и час рассказывать, и хотите побольше, потому что, вон, видели, сколько у нас разных преимуществ, да, и на продукты, и на бизнес, и на круизы, и на клубное членство. Там можно говорить и говорить, это все раскрывать и раскрывать. И подружка слушает, вы задаете ей вопрос, ну что, давай, как тебе тема? Она говорит, ну хорошо, я подумаю, и на этом все заканчивается. А все произошло почему? Потому что не пройден самый важный этап – это определение потребностей человека, который перед вами находится, сидит, или с кем вы разговариваете, через скайп, или через телефон. Я приведу вам пример, такой пример, когда, вот, даже взять роль врача. Врач – это когда вы приходите к нему и говорите, вы садитесь, и он говорит, рассказывается. Да, то есть он слушает. Прежде чем выписать какой-то препарат вам, какое-то лекарство, он вас выслушает. Он не может вам рассказывать, какие у него есть препараты все. Он просто должен выслушать, чтобы понять, какой именно вам препарат нужен. Или еще такой пример, который я привожу еще, если вы попали в магазин, допустим, тканей. Вот вы пришли, очень много разной ткани. Вы приходите, вам продавец начинает рассказывать. Вы знаете, у нас столько замечательных тканей. Вот посмотрите, здесь вот шерпь, а вот здесь вот шелк, здесь вот клеточку, здесь вот горошечек. И он стоит вам рассказывает. А вам на самом деле нужно там брючную ткань, или там вам пальто, или мех вам какой-то нужен. И если он это все не скажет вам, вы вообще уйдете ни с чем, потому что он не предложил вам то, что вам нужно. Происходит все наоборот. Когда вы приходите, и большой выбор какого-то товара, то они спрашивают, что бы вы хотели, какая вам ткань нужна. Вам нужна ткань на что? На пальто или там шелк? Вы говорите, на пальто. Все, сужается уже. Какая вам темная, светлая? Светлая. Клеточку там или однотонная? Однотонная. Понимаете? И все уже, 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 и у вас получается вот такой вот выбор. Поэтому вам, вот я нарисовала, вернее не нарисовала, поставила, активный слушатель, и вот ухо, просто ухо, на этом этапе вы ухо. Просто нужно правильно задавать вопросы. И вот если человек не проходит вот этот шаг, то дальше он может столкнуться с большим количеством возражений. Поэтому этот шаг предупреждает возражения. Очень часто люди переживают и всегда просят обучение, вот дайте обучение по возражению. Вот по возражению. Но они не знают, что этих возражений можно в принципе избежать, если вы правильно определите потребности. То есть, что такое, как определить эти потребности? Скажите, пожалуйста, напишите, как определить потребности у человека? Что мы должны сделать, чтобы понять и зачем мы это должны сделать? Так, задавать вопросы. Совершенно верно. Надо упор делать на определении потребностей. Да, как, как, как. Задавать вопросы. Вопросы задавать. Какие мы должны им вопросы задавать? Что он хочет, что ему нравится. Задать нужные вопросы. А какие это нужные вопросы? Вот у нас есть продукт, круизы, бизнесы, клубное членство. Какие мы можем вопросы задать? Что мы от него хотим на этом? Зачем нужен нам этот этап? Вот нам лично, зачем он нужен этот этап? Как он любит отдыхать? Любит ли он путешествие? Совершенно верно. Да. Так. Его эмоциональное состояние, усталость, прочувствовать. Ну да, если здесь картинка врача, да, бывал ли за границей, как он планирует свой отдых, будет ли он в море, есть ли у него мечта, был ли он в пятизвездочном отеле, совершенно верно. Да, все правильно. Просто единственное, что нам обязательно, знаете, чего нужно избежать, это допроса с пристрастием, чтобы человека уже наши вопросы не нервировали, то есть они должны быть дозированы. Это должны быть не просто вот вопросы, да, а такой диалог. Вот вы как задаете легкий такой вопрос и слушаете, и человек должен вот вам ответить. Но для того, чтобы он вам ответил, нужно задавать вопросы, которые называются открытыми, открытыми. То есть нравится тебе путешествие? Он скажет, да. Все. То есть как бы вы больше ничего не узнали. Ну да, вы узнали, что ему нравится путешествие, но как бы на этом и все. Нам нужен этот шаг, именно этот вот этап для того, чтобы побольше узнать информации об этом человеке. Потому что все, что мы узнаем на этом этапе определения потребностей, мы это же будем только немножко другими словами, то есть переставив слова, презентовать ему на этапе презентации. Поэтому мы здесь не просто задаем вопросы, мы слушаем и слышим, потому что это и есть та подсказка, с помощью которой мы будем делать презентацию. Мы написали с вами много, да, знания продукта, там очень большой выбор, но он будет, это как у врача большой ассортимент препаратов, но мы оттуда будем вытаскивать то, что непосредственно нужно для определенного человека. Вот правильно, мы задаем вопросы там, любит ли он море, хотел бы он поехать в круизное путешествие, да, то есть мы так определяем, мы сужаем, что ему говорить, что важно при выборе путешествия, по каким критериям он это выбирает. То есть это нужно для того, чтобы мы потом понимали, что ему из нашего списка предложить. Ему не интересует, может там, допустим, экономия, ему это не интересно, для него это главное, чтобы это было удобно, комфортно, классно и для всей семьи. Очень часто допускается такая ошибка среди консультантов, которые говорят, ой, ты знаешь, это так дешево, это так здорово, ну, это для этого консультанта хорошо, что дешево. А другой человек скажет, а я дешевым не пользуюсь. Поэтому тут не то, что вам нравится, а то, что нравится человеку. И поэтому мы с вами писали длинный-длинный список всех фактов, которые есть. Почему факты? Потому что перед фактами ничего, факты не изменишь, да, против них нет аргументов. Если мы будем, ой, как классно, это субъективное мнение, а если есть факт, то против него никто не спорит. Поэтому, друзья, вот это самый важный шаг, самый важный этап определения потребностей. Без того, если пока вы не поймете, что человек хочет, вы не можете ему предложение делать. Что вы можете сказать, если вы не поняли, хочет он, что он хочет и как он это хочет. Поэтому мы здесь должны с вами определить потребности открытыми вопросами. И да, и целевую аудиторию, конечно же, это тоже важно. Вот, ну, это вы пример, это пример. Чем руководствуетесь при выборе отдыха? По каким критериям вы выбираете круизы? Мы только здесь за круизы, а вы не забывайте, что у нас еще клубное членство и бизнес. И, как говорится, мухи и котлеты должны быть отдельно. Мы должны о каждом продукте знать весь набор преимуществ. Мы просто каждому человеку можем 10% оттуда вытащить, но мы должны длинный список, 10, как минимум, преимуществ по клубу, 10 преимуществ по бизнесу, 10 преимуществ по самим круизам. Самые классные выберите на разные темы, и чтобы вы были этим уже вооружены, когда вы будете идти к своим клиентам. Как часто хотели бы вы путешествовать? Что для вас важно при выборе отдыха? То есть это примерные вопросы, которые открыты. И человек, если вы будете говорить, что для вас важно при выборе отдыха, он будет вам говорить, что для него важно. Может кто-то скажет, для меня важна экономия, потому что у меня семья большая, и я хочу со всеми вместе поехать, поэтому чем экономнее, тем лучше. И мы уже, мы же как доктор слушаем, да, и мы уже понимаем, что же мы можем им предложить, что может наш круизный клуб предложить. Какой ответ на это? Поэтому, друзья, вот определение потребностей ни в коем случае нельзя перескакивать. Если мы будем через ступеньки эти перескакивать, мы можем упасть. И чаще всего падают именно здесь. Именно здесь, потому что сразу переходят к презентации. Вы не можете презентовать, пока вы не знаете, что человек хочет. Ну, это нереально, невозможно. Можно, конечно, говорить, но это потеря вашего времени, и, возможно, даже вы попадете там в десятку. Бывает и так, вы же перечисляете много-много всяких преимуществ, и, может быть, вы и попали туда. Но, если у кого-то не получается, то, знаете, это очень хорошо, когда вы можете себя проверить, на каком же этапе вы уже, и какой вам этап вам нужно побольше отработать, на какое обратить внимание, да, где у вас, какое слабое место, знаете, слабое звено. Знаете ли вы хорошо продукт? Знаете ли, как искать клиентов? Знаете ли вы, как подойти к клиенту и понравиться? Это тоже один из сложных этапов, потому что это первое касание, о котором мы много говорим здесь. Это очень важно, потому что за 30 секунд уже, знаете, как говорят, нет у вас второго шанса произвести первое впечатление. Все, то есть это тоже важный вопрос. Возможно, здесь надо поработать. Возможно, определение потребности. И вот идет презентация. Посмотрите, это только пятый из наших семи этапов. На пятом месте находится только презентация, что об обычной жизни происходит где-то там после привет. И сразу же я хочу тебе предложить. Но презентация, она ведется по определенному тоже алгоритму. Я сейчас вот вам говорю, как схема, это схематическое, чтобы понимать, что шаг за шагом надо идти. И вот пятый шаг – это презентация. В этой вы здесь как роль эксперта. Видите, как меняется наше поведение. На первом этапе мы с вами актеры. Мы улыбаемся, мы говорим комплименты, мы располагаем человека. На втором этапе мы уже слушаем внимательно, проявляем интерес к человеку, да, при определении потребности. На презентации мы уже эксперты. Мы презентуем и мы знаем, что мы говорим. Мы уверенно говорим наши предложения. А почему мы уверены? Потому что у нас набор из 10-20 наших преимуществ. Но мы не просто говорим. Вот напишите мне, пожалуйста, я знаю, что здесь, я вижу, что есть люди, которые прошли уже продажи, да, но вот если можно сейчас вот кто из людей прошел продажи, пожалуйста, не пишите. Я хочу, чтобы написали те люди, которые не прошли продажи. Скажите мне, пожалуйста, что продает товар? Что продает продукт? Какая информация? Или что продает продукт? Прошу тех, кто изучал продажи, не писать. Результат. Человек. Выгода. Совершенно верно. Да, вот оно ключевое слово. Ну, вы здесь видите, подсказка вам, конечно, в виде этого слайда есть. Совершенно верно. Да, это выгода. Никакая информация не продает продукт. Никакая. Что бы мы там ни говорили, какие бы мы там ни придумывали, и ни изучали, и ни внедрялись в какую-то глубину, людям все равно. Они только... У них в голове один вопрос. Я хочу просто, чтобы вы понимали это, что у клиента в голове один вопрос. И что мне с этого? Когда вы говорите, что какой классный у нас клуб, и то, и все, вы перечисляете, а он говорит, а мне... Он думает, а мне что с того? Он всегда думает, что мне с того? Ну, для вас хорошо, ну, молодцы, вы ездили, ну, замечательно. А мне что с того? То есть, какое-то имеет отношение ко мне. Поэтому мы берем правильный, правильный алгоритм, и все, что мы с вами узнали на этапе определения потребностей, какой он хочет отдых, любит ли он круизы, как часто он хотел бы ездить, что для него главное, там, может, по цене, там, еще, может, он... Все, что он сказал, все, что мы могли о нем узнать, какую информацию для себя взять, мы ее же сейчас и будем презентовать. Но только мы берем свойства продукта, да, то есть факты наши и превращаем в выгоды для клиента. Вот по вот такой вот формуле мы с вами должны презентовать. Факт. Первое, говорим факт, потому что никто с фактом спорить не будет. Если у нас факт, это скидка 50%, то это факт, все, оно записано. А что для человеку с этого? А это экономия, это выгода. И все факты, которые, если вы продаете клубное членство, то вы видели, сколько мы с вами написали этих фактов. Вы выбираете эти факты и выписываете для себя, потому что вы должны подготовленными быть. что с человеку с этого? Не сам факт. Вот, к примеру, давайте вот возьмем компания, клуб Инкрузис входит в ассоциацию круизных лайнеров. Вот мы говорим, говорим, хорошее, хорошее, а человек думает, и что? Как вы думаете, что значит, как мы можем это превратить этот факт в выгоду для человека, чтобы он понял, чем же ему выгодно, что эта компания входит в ассоциацию КЛИА? Так, надежность, совершенно верно, совершенно верно, да, то есть, правильно, то есть, но мы должны сначала сказать факт, и только после этого, да, легальность, это надежность, а это значит, что для нас это выгода, это то, что это надежно, что мы не пострадаем, что компания никуда не денется, что мы не потеряем эти деньги, которые вложили, то есть, это факт сам, КЛИА, окей, замечательно, но человек думает, а для меня что? А для человека это то, для клиента, что он будет уверен в том, что не будут выброшены деньги, что все легально, что все под контролем, компания существует и будет существовать, и он получит свой продукт, услугу, это поедет в выезд. Точно так же мы берем все-все те, которые у нас выписаны были, факты, и сделаем из них выгоду. И вот это, друзья, то, что поможет нам презентовать. Это не значит, что вы так будете разговаривать. В компании скидка 50%, это значит, что вы сэкономите. Вы будете разговаривать своим языком, но вы должны придерживаться этого правила, этого алгоритма, то сначала идет факт, а потом идет выгода. И если мы с вами на предыдущем шаге узнали, что человеку нужно, да, к примеру, он говорит, какой вот, мне важна экономия. Да, он сказал, что при выборе, допустим, отдыха, для меня это важно, чтобы я имел возможность поехать с детьми, и чтобы это было недорого по дневам. Что мы можем ему тогда предложить? Напишите, что мы можем предложить. Какой у нас факт того, что он может сэкономить тогда? Угу, сэкономить. Что из тебя Клиэл? Ну, Клиэл мы можем тоже рассказывать, но ему это, ему это не важно. Можно, конечно, об этом рассказать, что это Клиэл, что это такое, конечно, это факты все идет. Но для него выгода какая? Что бы мы ни говорили. Членство в клубе. Так, членство в клубе, совершенно верно. Значит, факт, это членство в клубе, а это значит, какая ему будет выгода? 50% можно сказать. Можно сказать, что каждый месяц, то есть то, что он имеет 50%, он хоть сегодня, да, после месяца он может уже поехать. Но если он, чем дольше он будет, членом клуба, то тем больше ему будет начисление по 100 долларов идти, и тем дешевле ему будет, как по программе лояльности, да, тем дешевле будет ему этот круиз. Бонусные 200 долларов. Накопить себе на круиз. Совершенно верно. То есть берем любой факт круиза, членство в клубе, и переводим его в выгоду. И вот это, друзья, нам обязательно нужно сделать, для того, чтобы он правильно, то есть оно у вас уже как бы заготовка должна быть. И когда вы идете к человеку, вам уже вы можете, когда он только говорит свои потребности, вы уже понимаете, что вы ему можете предложить. Скажите, пожалуйста, здесь вот как бы понятно именно вот по факту выгоды. Я понимаю, что оно может тема немножечко искушная, но это те азы, если мы уже вошли в продажи, как говорится, назвался груздем, полезай в кузовок. Мы хотим быть успешными, мы хотим достигать, и, наверное, многие могут даже спросить, ну, Диана, не все знают эту технику продаж, у одних получается, у других не получается. Конечно. Вы знаете, есть люди, которые самородки вообще, они не заканчивают никаких там музыкальных училищ, но замечательно поют, да, или там мастера какие-то вот ручной работы что-то они делают. Они ничего не заканчивалось, их никто не обучал, но они очень круто это делают. Есть люди, которые, ну, знаете, такие компанейские, которым к любому человеку подойти, он нравится всем, им дано уже. Но, а если мы хотим быть в продажах и быть успешными, то мы знаем свои сильные стороны, мы знаем свои слабые стороны. Если у кого-то плохо получается первое касание, да, вот, допустим, подход к клиенту, то надо над этим поработать. И сначала это может быть и сложно, возможно, это вы будете, ну, знаете, когда обучение идет, это как маленький ребенок, вот, шагами, потихоньку качаясь, но вы будете знать алгоритм, как это делать, а потом у вас это будет уже на автопилоте. Это то, что вы выработаете как навык, не просто как знания у вас эти все останутся, где-то записали блокнотики и забыли, а вы это будете отрабатывать как навык. У кого-то, кто-то не определяет потребности, торопится, и потом много-много и долго говорит, поэтому могут, есть и люди, у которых эти есть сильные стороны, но у них могут быть какие-то другие слабые стороны, и поэтому главное, чтобы мы отработали все эти шаги последовательно, и только это даст, приведет нас на вершину, то есть к продаже, поэтому, если это понятно, мы идем, да, мы идем дальше, то есть факт выгода. Знаете, когда вот, я вам просто еще рекомендацию такую дам, если вы хотите, чтобы ваше мнение прошло, то первое, что нужно говорить, это всегда какое-то то, с чем люди не спорят, а принимают, как, ну, как норму уже, да, это, к примеру, какая-то пословица, семь раз отмерь, один раз отрежь, все, все приняли, это, никто спорить не будет, и дальше вы уже говорите то, что сказать нужно вам, поэтому, когда разговариваете, не наоборот, ой, как классно, а начиная с факта, и потом говорите, как классно, то есть эмоции уже потом, это украшение, эмоции, это украшение, и здесь мы должны, вот здесь мы должны соблазнять, соблазнять выгодами, выгодами людей, то есть наших клиентов, потенциальных наших партнеров, идем дальше, провели мы презентацию, с учетом выгоды конкретного человека, тот, который сидит перед нами, это обязательно, друзья, такой, ну, то есть это еще, так, моя рекомендация, чем бы мы ни занимались, всегда нужно, вот, уважать, смотреть, на того человека, который перед нами сидит, наше отношение к человеку, оно передается, и даже иногда бывает так, что что-то нам может и не выгодно по деньгам, но нам нужно думать, чтобы выгодно было человеку, который сидит напротив, да, потому что это считывается, это, ну, самое главное, оно дает потом результаты, даже если вам на каком-то этапе это и не выгодно по каким-то причинам, поэтому всегда нужно думать и уважать клиента, отношение к клиенту, это одно из важнейших правил, и, конечно же, контролировать свои эмоции, как я уже сказала. Дальше, работа с возражениями, роль, вы видите, это психолог. Возражения могут появиться, а может, могут они даже и не появиться, если мы правильно с вами узнали потребности человека, что он хочет, и презентовали ему с точки зрения его желаний и его потребностей, то возражения не может быть, могут уточняющие вопросы. Мы просто должны с вами понимать, что возражения, они бывают только по той причине, когда человек либо что-то не понимает, либо чего-то боится. Это тоже очень важно, потому что они возражают, это любое движение, любое возражение, это торможение движения. Ну вот, к примеру, вы сидите на диване, вдруг вам захотелось там чай попить, и вот вы сидите, хорошо так как бы, а тут надо встать, а тут подумаешь, а может, я обойдусь, а может, и без чая там. Ну хорошо, если чай, а если там туалет, да, надо, ой, тут классная передача. И вот это вот, то есть вы уже сами с собой уже начинаете бороться. И точно так же и здесь, если вы увлекаете этого клиента, то любое движение, он даже уже идет вперед, но все равно он, понимаете, он же понимает, что это надо заплатить, а это надо что-то сделать, а это надо освоить. Я вот, допустим, тоже сталкиваюсь у меня вот люди, которые присоединяются, да, и получается так, что, ой, ну это же надо, ну как бы много чего знать здесь, это много, что-то нужно, информацию какую-то читать, то есть это уже торможение, это уже идет возражение, но я готова, допустим, наработать новый навык, я готова что-то новое узнать для того, чтобы перейти на следующий уровень. Поэтому вот это возражение, оно бывает, это как сопротивление во время движения, вот оно идет. Что же нам в таком случае нужно делать? Как вы думаете, как нужно себя вести, когда люди начинают возражать? Ну я думаю, что все вы это знаете, но поддержите меня, скажите ваше мнение, как же нужно себя вести во время того, когда люди начинают задавать вам, возможно, даже неудобные вопросы, или какие-то просто вопросы, или возражать, что-то говорить. Как вы считаете, как мы должны себя вести? А присоединиться. А это как присоединиться? Как присоединиться? Друзья, как вы меня слышите? Друзья, как вы думаете? Друзья, как вы думаете, как вы думаете, еще есть какие-то ответы? Не спорить. Безусловно. Так, нужно согласиться три раза и дать больше информации. Независимо от того, что он говорит, я тоже так думаю, но согласиться с возражением, типа я вас понимаю, но и свои аргументы. Ну, да. Что это? Да, похоже. Вначале согласиться, а потом все равно свое сказать, да? Так, я тоже раньше так думал. Ну, да. Ну, самое главное, для начала выдержать короткую паузу, улыбнуться. Главное, чтобы эта Лиля не выглядела как насмешка, улыбнуться ухмылкой и сказать, как я тебя понимаю. Я тоже так думал. Ты знаешь, я бы очень... Ну, да. Все, все да, все правильно. Главное, что мы из этого всего возьмем, это то, что не нужно никогда спорить с человеком. Почему? Потому что это его мнение. Потому что его мнение надо уважать. Если он так говорит, значит, он так думает. Но самое интересное, когда люди начинают, когда человек начинает что-то сомневаться, как-то не может сформулировать там свой вопрос, и видно, что он как-то возражает, и тут начинается перебивание, и начинает... Нет, это не так. То есть первое правило, это как минимум высушить надо человека до конца. Конечно же, надо спокойно. Вот вы представьте, ваша роль меняется. Вы уже не эксперт. Вы уже не актер. Вы просто общаетесь с человеком, которого нужно успокоить. Но успокоить это нужно аргументами. Вы правильно говорили, кто-то вверху писал там, что надо присоединиться. Присоединиться – это значит понять человека. И вы можете сказать, я согласен не с тобой, а с тем фактом, который человек говорит. Он может, например, говорить, нет, ну все хорошо, все классно, но дорого. И мы должны сказать, да, это действительно недешево, однако, однако ты на эти деньги получаешь, и опять перечисляем все, то, что человек получает. Все факты, друзья, они просто как классно. Мы опять перечисляем эти, все эти, может, возражения, ну, допустим, по бизнесу, да, тоже как бы, ну, к примеру, где я буду искать людей? Вот сейчас только по грузам, но мы же продаем еще и бизнес, этому надо отдельно учиться. Если человек говорит, ну, где я буду искать этих людей? Что мы можем ему сказать? Напишите, что вы говорите, когда люди говорят, нет, я не знаю, где мне брать людей. Дать ему высвободить его со своих проблем. Ну, выслушать как минимум это нужно, да. Присоединиться – это то, что вы понимаете человека, понять его. Но потом, если все-таки у него, я понимаю тебя, есть такая вот техника, да, я понимаю тебя, однако, и вы говорите уже, что вы там добавляете. Но главное, чтобы выслушали его до конца само возражение. Подтвердите его, что подтвердить – это значит, что вы поняли его. Задайте уточняющие вопросы. Допустим, нет, этот бизнес у нас не пойдет. И вы, наверное, слышали, и я это слышала, да. Нет, у нас это не пойдет. Задайте уточняющие вопросы. Почему вы так считаете? Почему ты так считаешь, что он не пойдет? И вот уточняющими вопросами человек может дойти вот до, знаете, не, мне это, вот он может сказать вам, к примеру, мне не подходит это предложение. Почему? Ну, дорого. Хотя на самом деле он боится того, что он не состоится здесь. Это страхи его, завуалированные страхи. И поэтому он так говорит. Но уточняющими вопросами вы можете дойти до вот той глубины, до которой он вас пустит. Он может вообще вас не пустить, и вы вообще никогда не узнаете причины, почему он отказался. Но можно с этим работать. Или сказать, допустим, что это дорого. Что мы говорим? Да, но ты получаешь все-таки, вот смотри, какой набор услуг там, и качество, и уровень, и питание, и путешествия, и все остальное, да. Он, ну, как бы, это все равно дороговато для меня. Что мы можем ему сказать? Мы можем ему сказать, это единственная причина, по которой ты отказываешься от этого. Очень хорошо работает, когда мы задаем, это единственная причина. Он скажет, да, все мне нравится, все мне классно, но вот по вот этой причине, вот, ну, никак не могу. Что мы ему можем сказать? Мы можем сказать, а ты хочешь, чтобы я тебе показал, как ты можешь это сделать? Как ты можешь заработать, допустим, на этот круиз, если у тебя этого нет? Как ты можешь бесплатно даже поехать, если это единственная причина? Ты готов что-то сделать, чтобы это, чтобы это у тебя получилось? То есть, ну, как бы, техники тут разные есть, но главное, чтобы мы разговаривали, действительно, как психологи с ними. Они, нет, нет, ты не прав, вот у нас тут классно. И это людей только раздражает и отделяет. Итак, что мы ему говорим? Да, что вы имеете в виду? Для того, чтобы он открылся, раскрылся и открытыми вопросами, что выслушать и дать ему, да, как своих проблем, у тебя наверняка есть 5-8 человек или знакомых семей, которые так или иначе отдыхают на море. Вот, да, просто, вот сейчас мы ему ничего не говорим, что ему надо делать. Мы ему только спрашим, что вот это только единственное, чего ты отказываешься. Он говорит, да, а ты хочешь, чтобы мы с тобой поговорили, как это сделать? Да, то есть, мне это интересно. Если я тебе расскажу, ты вступаешь в клуб? Да, то есть, мы здесь, как психологи, говорим. Поэтому, друзья, самое главное правило, это не возражать людям, сразу нет, 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 не надо до конца выслушивать, надо их понимать, потому что то, что он говорит, он так считает, не важно, что мы думаем по этому. И главное, всегда контролируйте свое поведение. Проблема не слова вашего визави, а проблема реакции на них. То есть, вам нужно не за человеком, да, что он говорит, а то, как вы на это реагируете. Работа с возражениями, это настолько важный этап, потому что только здесь проверяется ваш профессионализм. И тот, кто не может работать с возражениями, тот, который не может вывести человека из состояния возражения, ну, очень мало может достигнуть в бизнесе продаж. Это очень важный шаг, над которым нужно работать. Идем дальше, так как у меня задача все-таки не по каждому шагу, да, чтобы просто понимание было. Я обзорно это говорю, какие шаги. И последний у нас этап, да, вот возражения, извините, не поставила вам, вот возражения, какие будут там. Я подумаю, да, у каждого из нас есть набор тех шаблонов, на которые мы отвечаем, да, если человек говорит, я подумаю. Во-первых, мы должны понимать о том, что это, ну, по-народному, как мы говорим, отмазка. То есть это, подумай, это просто, ну, лишь бы уйти, да, и все. А когда уже ты не видишь человека там, или не общаетесь, то потом уже, вот я подумал. На самом деле, это, вот это не возражение, и здесь нужно работать, да, о чем будем думать. Да, давай вместе подумаем, думаем. Ну, и так далее. То есть это те возражения, с которыми мы сталкиваемся, и это отдельное обучение, как работать с этими возражениями. Ну, и последний, наш шаг, это заключение сделки. Вот тут вот мы продавцы, наконец-то. Вот тут вот мы, наконец-то, продавцы. И вот это кто-то там писал, три вопроса, которые нужно задать, да, и чтобы мы да получили, это совершенно верно. Мы задаем три, теперь уже закрытые вопросы, что мы вспоминаем. Мы вспоминаем, о чем мы говорили человеком на этапе потребности. То есть, если он говорил, что он хочет подешевле, мы ему презентовали, что у нас есть скидка, и теперь как подводим итог. Понравится скидка нашего клуба? Да. Да. Тебе нравится, подходит программа лояльности? Да. Тебя устраивает большой выбор круизов? То есть, тебе подходит это все? Да. И вот тут вот, друзья, самое главное, то, что боятся, знаете, хватает, хватит ли у вас силы взять деньги у клиента, задать этот вопрос. Все, что мы с вами делали, все, что мы с вами проходили, все эти этапы, только ради одного. То есть, мы бегали с мячом по полю, для того, чтобы забить гол. Вот этот гол, это решающий вопрос, который многие люди стесняются и не задают. Поэтому просто потратили свое время, силы свои, но не добились результата. Нам нужно задать решающий вопрос, когда регистрируемся в клуб? А в ответ я подумаю. Нет, мы его сюда не доведем. Он подумает там, перед этим. Он думает здесь, на этапе возражения. И пока он говорит, я подумаю, мы у него не задаем вопрос. Ну что, вступаешь в клуб, да, регистрируемся в клуб или когда регистрируемся в клуб? Если мы правильно все шаги прошли, у нас такого не бывает. Хотя есть люди, конечно же, такие, которые будут вам возражать, возражать и возражать. Вот, и потому что у них есть, либо им это интересно делать, но это очень редкие такие случаи, либо они не хотят истинную свою причину говорить. То есть они не интересуются этим, им просто процесс нравится. Поэтому, ну, это уже такое дело, бывают и такие люди. Но если мы правильно проходим все эти этапы, то обычно человек регистрируется. Обычно он, делаем прямо сейчас. Конечно, тогда регистрируемся в клуб. Сейчас. Все. То есть тогда регистрируемся, если вы, не даже никогда, а тогда регистрируемся в клуб, то есть вы сразу же готовы его зарегистрировать. Вот так вот мы с вами прошли все эти, все наши этапы. и шаг за шагом я вернусь сейчас к самому первому. Моя задача сегодня была, чтобы мы этот алгоритм просто знали и не упускали ни один этап. Первое, друзья, знание продукта. Все, все, что мы знаем, все эти факты, которые у нас есть, это нам необходимо знать о наших трех продуктах. Дальше, как найти клиента, мы должны знать, потому что мы должны кому-то его предложить. Следующее, это подход к клиенту, как правильно подойти, да, здесь понравится. Определение потребностей, это нужна нам информация для того, чтобы мы потом ее презентовали на пятом этапе. Работа с возражениями, если мы правильно определили потребности, то у нас практически возражений не бывает, а бывают только вопросы, запросы дополнительной информации. Но если еще есть возражения, мы туда возвращаемся обратно к определению потребностей. И заключение сделки. То есть надо обязательно задавать вопрос. Вот все, что мы с вами сейчас прошли, это классический алгоритм этапов продаж. И что бы мы с вами не делали, и что бы мы с вами не предлагали, все сводится только к одному алгоритму, который сейчас вот перед вами. Поэтому мы учимся ходить по этим ступенькам. У кого-то что-то уже быстро получается, какой-то этап может нужно доработать, но в целом, в целом мы должны контролировать, на каком же этапе у нас что-то не получается или что-то у нас некачественно получается. Переходим на следующий этап только в том случае, когда чувствуем, что мы прошли предыдущий, что у нас установился контакт, что мы уже узнали информацию о человеке, мы ее презентовали с точкой зрения выгоды для конкретного человека, и мы можем уже ответить на его вопросы. То есть это не всегда будут возражения, это могут быть просто вопросы. Как у меня сейчас. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы по семим этапам продажи? Так, вопросов нету? Ну, может, тогда ответьте мне, пожалуйста, насколько я доходчиво донесла эту тему до вас? Насколько доходчиво это была тема? Хорошо, хорошо, спасибо большое. Немножко, да, у нас мы сегодня вылетели, да, из-за этого немножко я понервничала, но тем не менее, главный месседж все-таки, я надеюсь, что я донесла, что нам нужно это правильно делать, и тогда у нас меньше будет страданий, из-за того, что люди не будут достигать своих целей. Я хотела бы вам вот еще такой слайдик у нас, который взяли для того, чтобы показать, что если мне нужно срубить, дайте мне 6 часов, чтобы срубить дерево. Я потрачу 4 часа, чтобы наточить топор. То есть давайте точить топор.